Приветствуем трудящимся, друзья! Сегодня хотел бы ответить на один из комментариев, который оставил пользователя к моему видео. Сколько в мае 2022 года работодатель платит работягам на вахтах? Привожу реальные цифры. И вот он пишет, что даже 120 тысяч рублей это смешно. Семью будет тяжело прокормить и о своих потребностях и личной жизни забыть. Это зарплаты для рабов. Вот я его зачитал не потому, что он мне как-то понравился, либо не понравился, потому, что он выражает мнение довольно большой группы людей, для которых все, что ниже, наверное, 200 тысяч смешно. Вот 80 тысяч смешно, 100 тысяч смешно, 120 тысяч смешно. А вот сколько не смешно? Где тот предел для среднего работяги, который занимается таким средне квалифицированным трудом, вот не смешно за вахту. Вот 120 тысяч это, если за месяц 300 часов 400 рублей в час, да, вот за работу. Там бетонщик, арматурщик, маляр, там понятно, там север, юг, там болото, все эти тела. Можно сказать, что мало. Мало? Ну, наверное, мало. Но тоже нужно себя спросить, а что вы можете сделать такого? За что вам работодатель именно вам будет платить зарплату, которая в среднем отличается от рыночной? Посмотрите, там авито, хэдхантерт, работа всем, труд всем. Средние зарплаты на вахтах. 150 тысяч на складе в Москве, это за вахту, это не за месяц работы. А так, это вот для среднего работяги 90, может быть, 100. Даже вот не 120. Вот 120 тысяч смешно. 150, ну, не знаю, может быть, поеду. 200, ну, скорее всего, поеду. Вот так и бы делает какое-то одолжение. Я, наверное, живу в своей какой-то вселенной, да, в своей ограниченной. Я не знаю, где работяги платят сейчас 120 тысяч рублей. Ну, реально. Может, там, кто-то вселенной Marvel, там, вселенной, там, DC, или как они там называются. Может быть, такие зарплаты есть. Мне лично такие случаи неизвестны. Наверное, я все-таки не туда смотрю. А на самом деле, это, скорее всего, беру стройку. Это единичные объекты, где, там, взяли нормальный заказ, да, взяли нормальный подряд, что-то, там, какие-то условия более-менее приемлемы, да, можно, там, больше сотки заработать. В основном, это, вот, пляшет все в радиусе, да, вот, соточки плюс-минус, там, пятачок. Поэтому, вот, тем, кто смешно, могут и дальше продолжать работать в своем регионе, зарабатывать 30-40 тысяч рублей и смеяться. А другие сделают над собой усилия, поедут работать за смешные, вот, просто обхохочешься, да, 120 тысяч рублей, сэкономят на еде, на проезде, на оплате коммунальных услуг и, может быть, детей даже в школу, значит, соберут. Вот, есть такой хороший анекдот, да, стоит мужик на базаре, продает петуха. Его спрашивают, сколько стоит? 20 тысяч рублей. А что так дорого? Тут, понимаешь, деньги очень нужны. Да, вот, вы приходите к работодателю, говорите, блин, нужны деньги, хочу зарплату 150 тысяч, а лучше 200. Вон, по телеку говорили, на Ямал СПГ получают 400 тысяч, я тоже хочу. Тут нас посмотрит, да, ну, скажет, ну, извините, идите, мы вам перезвоним. И, конечно, не перезвонит. А почему, да, вот, казалось бы, ну, что там, там же миллионы вот эти крутятся, там, вот это вот все, там, сколько стоит аренда техники, значит, докладываю, да, что мало работу выполнить, ее нужно еще и сдать. С этим начинаются проблемы, то, что переделки, они стоят намного даже дороже по время затратам, чем сама работа, да, вот, если кто-то совершит брак. Плюс всякий, там, строительный надзор, Ростехнадзор, там, надзор заказчика, всякие акты, значит, журналы, письма, протоколы, это вот практически на каждую операцию нужна вот своя бумажка, вот ПТОшники знают, там просто, не знаю, сотни, наверное, вот всяких документов. А, сейчас вот немножко отвлекусь, гендиректор, да, вот он едет, договаривается с заказчиком о объемах работах, туда уже включены, значит, зарплаты, объем зарплат, сколько заказчик готов платить, это даже не от работодателя, зависит от подрядчика, да, зависит от заказчика, то есть эта сумма должна быть как-то, сколько людей должно быть на строительной площадке, все эти моменты оговариваются, просто вам физически не будут платить, вот, нет такой законного основания, да, фонд зарплаты там, чтобы платить больше какой-то оговоренной суммы, а вот представьте, что директор ваш не заключил контракт, то вообще можете даже не рыпаться, сидеть, блин, в регионе, в своем, да, и клясть, что вы, блин, работодатель жадный какой, я вот не говорю, что 120 тысяч это, типа, нормальная зарплата для вахты, вон там другие получают, в Америке там 20 баксов в час, я просто вас призываю, чтобы не казаться смешным, да, не говорить о деньгах вот так вот пренебрежительно, что, да, смешно, я даже жопу свою не подорву, я, например, читаю, сейчас тоже отвлекусь, блок одного товарища, он плитку кладет, он, например, заказчику озвучил цену, да, значит, обложить плиткой с подогревом крыльцо, 100 тысяч, заказчик ему говорит, 100 тысяч рублей, тот посчитал, 380 тысяч, на что, да, тут раз, ну, там, штрабление, выравнивание, обработка, там симметрия, все это, плиточку каждый нужно, там, крылечко немножко кривое, несимметричное сделать, тудым-сюдым посчитали, слушай, действительно, то есть тот мужик не сказал, да, там, да пошел ты, как бы люди все серьезные, если кого-то что-то не устраивает, вот так вот пренебрежительно говорить про деньги, даже если там не сотка зарплата будет, а там 20 тысяч, да, типа, а я там такой перец, я там жопу свою не подал, вот просто неизвестно, где можете оказаться завтра, сегодня у вас все хорошо, завтра вы там, опа, взяли отличный подряд, херакс, тоже знаю, да, фирма какая-то, раз у них там кран угнали, перевернули, погнули стрелу, все, восстановление не подлежит, он там в лизинг взят, опа, кредит платить надо, фирма развалилась, у нас вот случай был тоже, подрали кабель, серьезно, значит, заказчик отказался принимать ремонт, контора встряла на, значит, 4 миллиона, вот в Москве на вахте, да, ввели такое правило, каждое утро, значит, мужики спускаются, в лестницу там стоит, значит, там, СБшники, служба безопасности наша, и каждый дует, у них там алкотестеры и дует в трубочку, блин, зачем, что за фигня, да я тут, потом, как бы, ну, не то, что выясняется, очевидно, что за месяц только на проходных попалось 11 человек, просто с запахом, это что такое, это 300 тысяч штраф на фирму просто, да, и понятно, что фирма попадает на бабки, поэтому руководство тоже, как бы, свои заморочки, все вот эти цифры, они в большинстве случаев как-то обоснованы, я вот, еще раз говорю, просто не нужно так пренебрежительно, да, переоценивать вообще, как бы, свои компетенции, понятно, если вы там, какой-то штучный специалист, да, там, не знаю, настройщик приборов, там, сварочных аппаратов, каких-то там клапаны можете регулировать, там, что-то тонкое, да, там, понятно, делайте, что хотите, вас там поселят в этот двухместный или одноместный номерок, будут нормально платить, ну, в большинстве случаев те, кто выполняет средней квалификации работу, вот так вот завышать свою планку, да, можно ждать до второго пришествия, потому что вот ситуация вообще разные бывают, взять вот разрушенный город, вот, на Украине, да, вот сейчас, республики присоединены, там, Мариуполь, да, вот эти все разрушенные города, которые нужно отстраивать, зарплата там, пусть там, 25 тысяч у коммунальщика, да, блин, я не буду работать, а другой работы нет, хорошо, хоть что, хоть эти деньги платят, вот эти все ковиды, да, вот это все, это просто такой, бам, удар, мы, кстати, тоже у нас проблемы в конторе были, то есть, не факт там было, что, как бы, удержим, да, вот столько количества людей обеспечить работы, но потихоньку, потихоньку, как бы, вырулили, и ничего, как бы, люди работают, жалуются всякие, там, пытаются лодку раскачивать, вот, но, в принципе, работа идет, поэтому у всех сейчас свои проблемы, делайте свою работу, свою часть работы хорошо, да, повышать квалификацию, разряд вам тут, вот у нас руководство всегда навстречу идет, да, кто, люди нормально работают, за кем-то не надо переделать, кто проявляет инициативу, вот у нас уже, сейчас скажу, с февраля 175 человек подняли свои разряды, да, на электромонтажников, там, на мастеров, также на прорабов, ну, то есть, поэтому не нужно думать, да, что руководство вас там не замечает, как-то обделяет, может быть и так, но, как правило, люди, да, инициативные, работящие, нужны всегда, в общем, спасибо за внимание, оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, как вы считаете, да, вот, 120 тысяч, это действительно смешная зарплата, не просто маленькая, смешная, над которой хочется хохотать, да, или все-таки нужно ценить даже вот ту зарплату, которую тебе дают, потому что многого вы все-таки либо не понимаете, либо не знаете, и вследствие того, что вам не говорят, потому что, ну, как бы не ваши проблемы. Еще раз спасибо за просмотр, успехов в труде, безопасной работы, пока.